Во имя Отца и Сына и Святого Духа Мы проводим цикл бесед Ответ на вопросы, которые имеют название Во свете Библии Открытым оком И вот мне по интернету задают вопросы Дать хотя бы краткое описание Что в какой книге у меня находится Все-таки это 38 Не просто книжек, а томов Ну я часть взял здесь, чтобы показать Вот немного, совсем-совсем немного Их 38, они наверху Ну просто неудобно, тут некуда тащить Вот первый том Это я просто вопросы отвечаю А вопросы откуда? Я вел занятия в пяти университетах В десятках школ Пять отделов милиции Потом городской отдел милиции Краевой отдел милиции, постоянные с года в год Я единственный, кто вел с ними занятия с милицией Во всех воинских частях Во всех заводах, фабриках, во всех техникумах Какие есть в Барнауле В мелких учреждениях, в прокуратуре В судах, ЛТП Ну то есть трудно назвать место, где бы я не проповедовал Собираются отдельно прокуроры где-то изо мной Они приезжают В тюрьме постоянно там И вел регулярно три радиопередачи Одна была у меня прямым эфиром Часовое воскресенье И вопросы, и вопросы И когда я подошел к тому, что стали просить Ну нельзя ли как-то это отпечатать Вы сказали, а мы там забыли Ну я подумал одну книгу И думал небольшая страница на 300 будет Видите, какое понятие было Ко мне подходили люди и говорили Это неоднократно на занятия Ну надо сделать как-то Я говорю, так я же выпустил 14 маленьких По одному листу Крещения, покаяния Да это не то газетка Это вкладыши газеты К университетской за науку Агу Это надо книгу А что такое верстка Я даже слова не знаю Я верстать, знаю что верстать Оказывается верстать Все-таки имеет какое-то корень Сходство с ним Ну и так получилось Что один том У меня как раз Вот Бог как делает Ничего не понимая И компьютера нет И вдруг в Барнаул приезжает Писатель из Москвы Нежный Александр Иосифович Писатель Прекраснейший человек Но мы были знакомы Как-то раньше Он слышал там Где-то встречался На беседах были И приехал И он мне говорит А он в какой-то организации Древо жизни И ну связано С заключенными С тюрьмами Я даже с ним тут ходил К начальнику Там Ну просто Незнакомые места такие Даже он прошел Он везде И он там дарит Везде компьютеры А вам компьютер нужен? Я говорю А зачем он мне нужен? Вот представьте Состояние человека И это было не когда-то Ну прямо где-то там Девяносто какие-то годы А зачем он мне? Как же так? Да я печатаю У меня машинка Украина Так нет Это же компьютер Даже этого не знал Но он мне подарил И вот он теперь В компьютер маленький В другом месте находится Ну и тут Бог сделал так Что у нас В общине Несколько программистов Три программиста Очень высокого класса Настоящие профессионалы Они работают На государственной работе И со мной поселяется Ни раньше Ни позже Человек Который знает Все по компьютерам Яромонах И он На этой койке Вот на второй У меня здесь и спит Вот здесь вот У него жить было негде Я его принял Здесь И здесь Я теперь начинаю набираться И очень быстро И он набирает Все десятью пальцами Печатает быстро По русски Не гляди По английски Я только одного Такого знаю человека Судников Отец Натанаил Николай Николаевич В миру Теперь Николай Николаевич Для нас Вот И он Советует мне И у меня Качество есть такое На незнание Мое Господь положил Смиренно мудре Бог дал мне Это качество Смиренно мудре Не надо смеяться Это главное качество Для верующего И он говорит Не так У меня свое уже точка Я сразу смиряюсь Слушаю Говорю Господи И он тогда говорит Я как от Господа Принимаю это Вот издавать Нужно было Новый Завет Но я уже показывал Где-то Придется Подняться даже Показать Это уже Вершина всего Что мы издали Я уж не хотел Показывать Здесь Время просто Думая У людей Не отнять Эти Вот Это второе издание И вот Теперь я уже показываю Вот он Новый Завет Вот он Новый Завет Видите С закладками Какие книги Вот Здесь Вот она Как издана Видите Закладки Какие Кругление Корешка Золотом И вот Какое здесь Оформление Все сделать Это все Он сделал Напанаил Вот он Посмотрите Сейчас я Новый Завет Это толкование Всего Нового Завета Вместе с Откровением Если можно Показать Дальше По благословению Епископа Евтихия Потом он стал Домодедовским И вот эти три тома И вот эту Одну еще книгу Это она Как бы из документов Моя биография Написали два священника Собирали материал Один из них Балашов Николай Он приближенный Патриархе Кирилла Тогда у Алексея был По объединению Вот как говорили В церкви Это тоже второе издание Вот эти четыре книги Вот Мной посланы В подарок Владимиру Владимировичу Путину И Анатолию Дмитриевичу Дмитрию Анатолию Еще значит Выходит Этому Медведеву И патриарху Кириллу И примерно 150 священников Это получили в дар Ну я сам телевизор не смотрю А мне сказали Говорят Это видели В телевидении Что у них там есть Ну положить даже не знаю Мешает это или нет Здесь Вот первый том Это вопрос И как сыпанул из мешка 3800 Кажется 800 Было только бумажек Которые мне передавали Я плохо слышу Ну дальше я отвечаю Вот тут Незаменимый был Этот отец Нафанаил Он печатает А я Мне нужно Просто свободным быть Я так вот прохаживаю здесь А вопросы серьезные Большие Духовные вопросы Политические Экономика Социология Искусство Работа Литература Будущее Судьбы Мира Там вопросы Такие У меня там и профессора И кого-то И не было Краевая администрация Это те Которые слушатели были Приходили Это не программа какая-то Вольно Кажется Вольно слушатели Приходили Я никогда Ни разу Нигде себя не сократил Чтобы Ага Тут сотрудники КГБ ФСБ А я буду говорить не так Никогда Вот эти книги Они все написаны В пророческом духе Никому не угождая Ну и вопросы Которые есть Считаем Я хожу А он печатает их А я здесь Сзади его хожу Меня уже трогать нельзя Я стараюсь Он говорит Я какое место писания Какой святой отец Сказал именно об этом Какой вселенский собор Какое правило Это мне Бог дал Я просто никуда не смотрю А потом Он печатает все И вышел один тум Надо чтобы Количество страниц Делилось на 16 Когда лист переворачивает На 16 Ну и получилось 752 страницы Но получилось Что Все вопросы не отвечены Я ответил только На 600 вопросов Следующий Второй тум Первый Это вопросы И дальше Он их разграфил Вот это Литература Вот это Социология Вот это О работе Вот это О семье Вот это И там все В оглавлении Там сказано Они сгруппированы были В дальнейшем У меня пойдет все В рассыпную Во-первых Этого человека нет А потом у меня вопросы Я преподаю Веду занятия Они идут и идут Я в Америке был Где там По голосу Америки Выступал Академгородке В Новосибирском И у меня вопросы И вопросы Но некоторые повторялись Там незначительная разница Я их не брал И священники И епископы Кто только не задавали Я издаю второй тум Но я подумал Главное что мне нужно сейчас Дать людям Которые не знают про церковь Вот второй тум Открытым оком Видишь куда залез Ну все Сиди теперь там На книжках Я уберу Это его место Я виноват Что занял его Ладно Ладно Убрал Не обижайся Сиди Ой Вот Это противосектантские Как беседовать Со всем Со всякими Разными сектантами Какого бы Они не были Направления Как они отвечают И как они Вопросы задают И как отвечать Это все у меня Вот в этой Во втором томе Ну даже издалека Может быть Даже видно будет Вот православный Говорит А вот отвечает Или православный Православному Задают вопрос Это учебники Сам настоящий Далее Вот здесь такие Если редкие Даже он помог Схему составить Вот какое родство В каком колене Можно не жениться Это все Абсолютно Здесь у нас В эту книгу вошло Второй том Вот они какие Колено какое Разрешается Но не каждому Это дано знать У меня редкие Были книги Вторая книга Получилась Но получилось так Что Выпустил А материалы у меня У меня многое Отнято было Во время обысков Вот здесь рядом Музей истории А тогда был Краевой суд И мне говорили Во дворе Две большие кучи Сжигали Что у вас После осуждения Подлежит уничтожению Они же не будут хранить И там Там ужас Сколько хранили Это Похоронили Тогда третий том Выходит Третий том Это как образовывать Общину Как беседовать С каким типом людей Люди разные бывают Ну допустим 24 категории людей Один говорит Бога нет Как с ним беседовать Другой говорит А Библия это просто книга Как беседовать с людьми Которые не верят Что есть ад и рай Будущее мучение Будущее жизнь Как беседовать с тем Как беседовать с тем Который говорит Ну еще рано Я приду Успею Вот все Здесь абсолютно Сказано С такими людьми Как надо беседовать Понимаете Она Ну если у меня Эти знания есть Я их сюда Поместил Это вот Псения по 752 странице Это третий том Так Теперь показываю Вот отдельный том Это вот 21 Видите Они все разного цвета Легко находить Это Вопросы Которые задавали В каком-то году Но они тут уже В разнобой идут Вот это полностью Разобран 18 том Открытым оком Они называются Все одинаковые Открытым А оком кверху В кавычке Чтоб голову даже поднимал Считая Вот Открытым оком Вот оно как идет Это весь Коран Пасурам и Аятам Весь разобранный В сравнении с Библией Все Вплоть до сколько времени Нужно читать этот Коран Сколько он займет Место на этом И это сравнивать Надо с Библией Надо знать Библию Надо знать Коран Вот это вот Три тома у меня 23 24 25 Это про Евреев И все здесь 1300 лет Что сказали о мусульманах 1300 лет Все заложено здесь Все что о них сказали Что было сделано Все там есть Вот это вот 23 24 25 Видите У мусульман зеленый Свет Он зеленым издает Эти евреи любят золотишко Вот такое золотое Золотое сделано Я даже Ну легко находить Когда они стоят По свету Три тома Полностью 12 томов Талмуда разбираются Талмуд И что об евреях Было сказано За 3600 лет Не там и здесь Никаких нападок Ничего нету А просто Я как исследователь Смотрю и привожу Зная Библию Вот в чем дело Ну и показать еще Я только чуть-чуть покажу Вот 15 том Это 74 человека Которые у нас Обратились к Богу Каждый сам написал Как он пришел к Богу Видите Это 15 том Вот 15 том Огроку говорится Вера Священное Писание И другое Тут уже я По заголовку Уже не показывал Не разбивал А просто Как оно шло Так и есть Идут цветные фотографии В каждой книге 64 страницы Светных фотографий Это вот как раз Профессор Семкин К нам приехал Один директор Предприниматель И я показываю им Голубей Я голубятник У меня голубя Три Да голубятни есть Я очень люблю Это все здесь есть А вот в Новом Завете Здесь Это мы Бестамо Доре 230 иллюстраций Раскрасили Еще 10 Из классики Вот В Новом Завете Это 240 Страниц 240 картин Вот оно где Видать Вот черненькие полосы 240 Мы потратили Ну даже не один день А несколько Наверное Намного больше Больше года Пока мы раскрасили Все эти картины Вот они идут Картины Видите Все на мелованной бумаге Ну оно может отсвечивает Трудно Даже смотреть будет Вот Я скажу Что наше издание Нового Завета С толкованием Это лучшее Минимум по 8 параметров Самая лучшая Какая была Так же Я издал Симфонию на Жития святых 12 томов Симфонию на Неканонические Ну попросили Я вам просто Рассказываю Как Вот И вот это Вот последний 30 том Мне Бог дал Дал Осознание Того Что нужно На контроль Брать самого себя Я внезапно Во всем остановился Перестал издавать книги Я очень много Печатался в разных Газетах Журналах Нигде Ни одной Все я отрезал Навсегда Сразу В один день Издавал книги Писал Писал И издавал Находить надо было Средства Издавать Это в общей сложности Может быть обошлось За 10 От 10 до 14 миллионов Пришлось потратить А у меня минимальная пенсия Вообще ничего нету И Бог дает Людей Именно так Узнают В других местах Спрашивают Вам помочь нужно Прямо молимся И к утру уже сообщают Отход А в остальном Получите деньги Ну тут писали в газетах Помощь того света Умирает Я наказываю Попроси Николыча На творчество Чтоб деньги прислал Ровно Есть 40 дней Как умерла Деньги приносит человек Прямо домой Поэтому книги были изданы Вот этот 30 том Для меня был Последний Из-за него Дальше уже я ничего Больше не стал писать Отрезал Писал стихи Здесь много моих стихов 3467 Здесь я пользуюсь Стихами Примерно 300 с лишним поэтов 300 или даже 400 Отечественных Зарубежных То есть После того Как я отвечу Стихотворение Отвечу стихотворение Недавно Одна из Санкт-Петербурга На меня вышла И что-то там написала Ну вот тут говорите Что вы это знаете Это откуда Написано такое Я говорю Это 14-ше Из-за Державина Бог А в нем Кюхейбекер так сказал Она так и ахнула Как вы сразу определили Маленько погодя Еще присылает А вот это вы знаете Откуда А там строчек 10 Ясное дело Что она Литературовед Она в Санкт-Петербурге А я-то Лапотник тут Ничего не знаю А я полностью Тогда взял Всю главу И говорю Это Григория Нарикоти О том Как человек Приходит к Богу Душа стонет К нему Она говорит Я говорю Стразили меня Чуть не упала И больше не стала Задавать вопросы Ну если я их знаю Этих поэтов Я издавал поэзию Антологию Мировой поэзии Ну это просто К слову Опять же скажут Ты говоришь Ну о ком я буду говорить Мне Бог это дал И я внезапно Прекратил писать Стихотворение Вот уже два года Ну иногда Дернусь так Строчку напишу И скорее убираю оттуда Все Ни одного стихотворения Не пишу Я ушел Я в церкви Говорил каждую неделю Четыре проповеди Сейчас ни одного не говорю Полностью отрезал Все везде Ушел от всего Оставил себя Раньше было МФ Марфлот А сегодня МФ Молитва и форум И говорите По другим Тут просто проповеди В других томах И Вопросы и ответы 20 том Это мои беседы С Александром Менем Такой священник был Очень известный 20 том Я так вот вижу Где Вот В этих книгах Вот Новый Завет Это я делаю 297 комментариев Блаженного Фефилакту И они в пятом томе Отдельно у меня выбраны Вот Девятый том Я отсюда смотрю Это статистика На все На Библию На все Много места занимает А одиннадцатый том Посвящен старобряществу За триста лет Что когда было Ну и как к этому подойти Ну а в общем Остальное Это проповеди Стихи Вопросы и ответы Ну вот Считаю Что это все Подробности Когда человек возьмет Это все книги На сайте Но По вопросам и ответам Где-то Я этого не мог Ну просто Никак не мог Распределить Тогда я вот что сделал Это Господь так сделал Вот У нас здесь есть Наш сайт Вот он Наш сайт И вот здесь Вот По свете Библии Не загораживает Тут книги Да ничего Вот И вот здесь вот 4124 Моих вопросов и ответов Это самое ценное Что вообще есть У меня Я отвечаю на вопросы Могу сказать Абсолютно определенно Никто больше так не ответит Почему? Моя биография В этом заложена Будет очень православным Знать все сектантское Обратиться среди них И Ну быть среди людей Тут просто это нельзя Составить как Санжианскую биографию И вот здесь вот 55 папок Закончается церковь И в них Все до одного вопроса Какие у меня здесь В 33 томах И они вот здесь разбиты Отдельно Вот допустим Даже От государства Правители Грех Деньги Дети Лагерь Евреи Ереси Секты Женщины Жития Интернет Вот Канонизация Коммунизм Крещение Лапкин книги Литература искусства Молитва Монашество Мощи Мусульманство Обращение ко Христу О Ну то есть Это все из них По этим темам Я выбрал И туда поставил 26 том Это поэзия 300 лет 300 поэтов России за 300 лет Я всегда добавляю Без Евгения Евтушенко Мне бы это не осилить Это 20 тысяч файлов Ну а куда что поставить Это мне надо было Самому проворачивать Поэтому Когда я вел занятия Я обещал людям Что две недели Я буду отвечать на вопросы Только житьями святых Ну конечно Слово Божие Потом две недели Я отвечаю Только стихами Есть 300 поэтов На любой вопрос Они же тогда жили Не имеет значения Вот я считаю Это дар Божий Что Слово Божие Живо и действие У меня эпиграф Написано Здесь Рядом с иконами У нас в храме там же И у меня Слово Божие Говорит на любые ситуации В любое время Дня и ночь А оно у меня Я знаю Какое место Писания Оно сейчас высвечивает Это событие Вот книги написаны Так что в каждой книге Вот в каждом томе Я привожу примерно 3000 выдержек Из Священного Писания И Святой Библии Не только указания Но иногда целый пакет стихов Указан где-то И они у меня Ну я это дело люблю Очень сильно А они у меня Вот это стихотворение Мое покажу Вот А дальше Где-то открою Чтобы можно было видеть Мне нужно выделить Я выделяю стих Буквы Делаю их шире Вот стихотворение Это прошло Это мое стихотворение А то еще это бывает Мои беседы С разными священниками Как Александр Пивоваров Дмитрий Дудко Они все здесь есть И кроме того Как выделять Слово Божие Оно у меня выделяется Жирным курсивом Что-то я гляжу Здесь Уже перелистал Сколько Редко где Жирным и курсивом Это вот я даже Если открою Второй том Тут даже Легко показать будет Вот оно Жирным курсивом Корочку открыть Все книги сшиты Склеены Нет ни одной Видишь как Жирным курсивом А где надо Какое Я его выделяю Вот так На это надо отвечать Ну это Вот такие Раскраска А потом делаю Свои 297 Комментариев Они указаны Комментарии Эти вот И Элла Игнатия Лапкин Такие Две черточки И дальше Другим шрифтом Вот он где Видно где как Ничего не толкую Просто если он говорит Нужно идти всем проповедовать Я тогда беру Из Златоуста Из Ефрема Сирина И добавляю сюда Расширяя Что все так учили Почему Решили что не надо проповедовать Что не надо Библию знать Библию должны знать Все наши заблуждения От незнания Слова Божия Вот о чем Мои книги Ну книга стихопы Это отдельно Об этом я уже показал Но считаю что все Там кому надо найдет 7-8 том Это Разбор Жития святых 1173 биографии Я там делаю Выдержку Прям в кавычки На вопросы Отвечаю Житиями святых Я гляжу вот на полку Сейчас Что подчеркнуть Где то Ну в общем так А остальное Человек найдет Если будет иметь Эти книги Богу нашему Слава Во веки веков Аминь Аминь Аминь